Я помню, лет 15 назад на каждом съезде люди с записки придем направлять. Дайте больше литературы, дайте литературы, дайте машину, помогите, дайте, 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 сейчас наоборот. Захлянулись, все дали, начинаем проверять и тысячи газет не раздали, машина стоит, жалеет, штаб-квартира не функционирует, нету необходимости. Перебор, взяли, сделали слишком много. Ну, это естественно. В принципе, в экономике это понятно. Как это называется в экономике? Одним словом. Ну, часто об этом говорят. Кризис. Кризис по-русски перебил. Было мало, стало много. То есть кризис перед производством. Мы слишком много дали, и на местах наши активисты переварить не могли. Поэтому, конечно, виноваты мы. Мы давали, как советский госнаб. Вам сто топторов, и вам сто, и вам сто. А там полей, трактор пригнали, а поля нет где пахать. Чиновник сидит и планирует. Я уже рассказывал, я был в Уберисе, Южная Республика, она была в составе СССР. Там полно фруктов, полно своих соков. Прихожу в магазин, небославский сок. Что делать? А когда грузинские бомбы? А на Чукотке, Магадане, там где-то, в Оркуте не хватает. Вы направьте все, что вы по импорту завозите на север. На юг не надо. А чиновник это не соображает. Распределить по стране указания. Он страну не знает. Может быть, в Москве. Или летний сезон, сейчас давайте, купальники, направляйте. И направляйте чукотку купальников. Меховые что-то будут делать? Меховые. Кто там купаться будет? Холодный северный ледовит океан. Он направляет туда купальников. Конечно, там могут купить и поехать в Сочи. То есть, зачем так дорого везти туда купальников? Жители Чукотки приедут в Сочи и там купят. Поэтому в чем была ошибка? В этот административный такой момент. Просто снабдили, но погода разная. Люди разные. И здесь нужен подход индивидуальный. Так и мы. Организация маленькая, как можно меньше ей всего дать. Побольше, побольше. И беречь имущество. Почему у нас плохо в стране в целом? Со сбережением имущества. Дома, машины, мебель. Не свое. В чем беда? Макса, Энгельса, Ленина, Сталина. Общественные люди беречь не хотят. У меня до сих пор в голове писк кролика. Я пошел на праздник, демонстрация, 1 мая или 7 мая. И чувствую что-то не то с моими кроликами. Пришел он, пищит. Попала лапка в клетку. И он не может вытащить, не может двигаться. Потому что это мои кролики. Это телепатия. Я чувствую что-то с моими кроликами не то. Не прихожу действительно. И до сих пор в голове прошло 60 лет. Потому что мое. Человек лучше относится, если это его. Его дом, его земля, его семья. Все его. Его обслуживание. Таков уже суть человека. Эго. Эгоизм. Я. Это ведь хорошее, а у нас официально. Вот он эгоист. Что же плохого-то эгоиста? И вы все будете эгоистами. Вот у него костюм, у него костюм. Ну что же, ты должен, так сказать, пожалуйста. Эго. Я. Нельзя я. Даже сами говорили. Мы, Николай Второй. Ну что, в России не любили? Я. Я как будешь здесь. Я. Мы. Вот он как бы был вынужден так говорить. Мы, Николай Второй. А я народ плохо воспринимает. Что там ты я хочешь? Я. Это вот беда. Беда, когда нету. Что это вот коллективное ответственность хорошо. Вот поминки. Собрались. Свадьба. Собрались. Это мог быть приятный человек. Горе разделили. Радость разделили. А работать как они будут? Нет. Уже не получается. Да как можно вместе работать? Что вы будете? Один чертеж делать на месте? Или что-то там еще? Это проблема. Но коллективизм хорошее чувство. Проявить следовательность обязательно. Там собирают деньги больному ребенку. Где-то пожарство учился. Там вещи собирают. Наводнение. Но творить человек может самостоятельно. Потому что если мы сидим, и они ничего не делают, и я не буду делать. Что я буду больше делать? А чашку нам одну поставят в семь ложек. Но я работаю, а они не работают. Что я говорю? Я тоже не буду. Наступает всеобщая лень. Поэтому социализм голосуют бедняки. И они понимают, что сегодня он бедный, и уже богатым он не станет. А это коммисто обещают. Мы у тебя подберем, все вам дадим. Вот социализм. В грубой форме. Поэтому. Ведь в каждом обществе есть люди богатые, бедные. Как в школе. Есть отличники. Хорошисты, трочники и дворечники. Как мы их уравняем? Все трочники будут. Тогда у нас не будет талантливых людей. Но если поставить на голосование, голосуют за Сталин или за коммунистов. Потому что это же выгодно. Ты особенно не стараешься, ничего не делаешь. Тебе дадут. На, бери. Ты за нас голосовал. В этом опасность левых убеждений. Почему нас запад не любит? Потому что мы левые. А там правые. Мы деревня, а там город. Город всегда деревню недолюбливают. Потому что деревня, она более отсталая. Не потому что они там сами по себе отсталят. Там нельзя, чтобы были университеты. Да и мы ценность построили, сделали здесь, в городе. А если можем в какой-то деревне построить? Там же пять студентов будет. Ну, исторически обойдется дороже. Поэтому, естественно, город выигрывает. Потому что цивилизация закладывалась в городах. Армия в городах. Власть в городах. Деньги в городах. Банки, больницы, наука. Все в городах. Деревня нужна. Мы им благодарны. Они нам выращивают продовольствие. Но управляет город. И, конечно, вот обочевики сделали ставку на низы. Не директор завода, а рабочий. Не помещик в городах, а бедня. Не академик, а просто там какой-то студент-ревизионист. Все. И запад испугался. Что они делают? Храмы разрушают. Его собственность отбирали. Людей расстреляют. Все от них бебут. Разве там говорят, русофобия. Везде. А кто русофобию-то устроил? Мы сами устроили русофобию. Миллионы людей ушли назад. Миллионы. Не один-два. Сто лет бебут туда. Вражданскую миллион три ушли туда. А что ехали офицеры? То есть, молчать будут. Не солдаты приехали туда, а там офицеры. Интеллигенция. Здесь на них. Недовольны, что их заставили покинуть. Под угрозой смерти. Из Крыма они были вынуждены эвакуироваться. Миллионы людей. Нашу саму страну охаривают. Не французы, немцы, шведы. Это наши, которых большевики выгнали. А потом бежали снова. После войны и остались многие. Статистику. Пусть дадут чистую статистику. Чернышок, запросите. Сколько наших перемещенных лиц, кого угнают на работу, и пленных остались за рубежом? Сколько? Миллион, два, три. Они не хотели возвращаться. Потому что там было лучше. Сколько осталось русских солдат после разрома Наполеона? Ну, да, дать статистику. Миллионы остались там. Им нравилось по Франции, в Германию, везде. Но оставаясь там, ведь они же женились там, жили в север, и их же спрашивали, а что ты не возвращаешься в Россию? И царь, и советская власть в районе не играла. Поэтому русофобию мы сами, так сказать, возбудили, созданы. Вот сейчас выборы уже лучше. В 16-й год выборы прошли лучше, чем в предыдущие там 6 раз. Но как идет распределение мандатов? Взяли, придумали формулу, я не могу понять. Какое-то частное число, какое-то знаменательное, что-то такое умножают, делят. И в результате у них на России на 90 мандатов больше. Они их не получили. А по этой форму? А в Европе, как считают, там тоже смешанная система. Там есть одномандатники и партийные списки. Вот у немцев. Един Россия в сентябре 16-го получила 52%. Все. Больше, чем 52% депутатов у нее не должно быть. Народ сказал, 52% Един Россия. Это 240 депутатов. Как они сформируются? У них одномандатников 207. Молодцы. 33 великий спортивный список. Из тех частей России, где за ваш партийный список больше всего отдали голоса. Ребенок поймет справедливость. Такую форму. А у них сколько? 340. Откуда 100? Формулу такую рассчитаем. То есть они берут всех одномандатников 207. А 52 исчисляют снова из второй части, которая распределяется по партийным спискам. Вы что делаете? Конституция вам такого не дала? Народ сказал, всего 52%. А вы себе сделали 72%. Это вот грамотность. И кто поднимает вопрос? Только ЛГБР. Все остальные молчат. Здание новое. Только ЛГБР. Паспорта русских. Только ЛГБР. А вот Крым. Всегда должен быть русский. ЛГБР, а сейчас не все. Да, мы тоже за Крым. А когда был 91-й, 92-й, 98-й год. Послушайте. И в 2013. Послушайте, что говорит Зюганов при утверждении договора о дружбе с Украиной. У нас же не было договора. Поэтому границы не были обозначены. Практически это одна страна. Посмотрите, что он говорит, что я говорю. Сегодня не надо 17-го страна. Поэтому мы должны это все довести. И здесь ревизор тоже должен участвовать. Да не только бухгалтерия. Молодцы. Вскрыли какие-то ущерб материальные, финансовые и так далее. Вскрыли, да? Это хорошо. Штаб-квартиры, машины и так далее. Но должна быть политическая составляющая. Чем жива организация? О чем они говорят? Кстати, я уже давно просил, Каверин, чтобы с мест привозили местные газеты. Местные газеты. Обязательно привозите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok